Здравствуйте, уважаемые зрители! Верховный суд РФ разъяснил, можно ли вернуть подаренной невесте айфон после расставания. Неразделенная любовь и обида после расставания не являются законным поводом для возврата дорогих подарков, презентованных во время незарегистрированных отношений. Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска Алексея Мангушева, пытавшегося отсудить у бывшей возлюбленной айфон 12 про макс, а также деньги, потраченные на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники. После расставания истец посчитал, что материальные знаки внимания подлежат возврату, поскольку являются неосновательными обогащениями. Иску присоединилась мать Мангушева, утвердавая, что подаренный телефон был ее собственностью, а ремонт спонсировался ею. Истца просила вернуть айфон из незаконного владения и взыскать с несостоявшейся невестке более 450 тысяч рублей. За время судебного разбирательства только апелляционная инстанция встала на сторону истца, взыскав в ее пользу 96 тысяч рублей. Касавца данное решение отменила полностью, отказав в иске. Верховный суд также и в доводы истцов не поверил, подчеркнув, что подарки во время ухаживания являются частью личных отношений и заведомо не означают наличие гражданско-правовых обязательств между возлюбленными. Ну, называется подарки-неотдарки. Истцы не смогли доказать само существование спорных вещей и представить доводы, подтверждающие, что подарки находятся в собственности у ответчицы. Также к иску не было приложено документов, подтверждающих необходимость возмещения ИСЦУ расходов и оплату его работы при ремонте квартиры, уточняет Верховный суд Российской Федерации. Противоречивые судебные решения были вызваны тем, что нежестоящие инстанции не сошлись в позиции по применению статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации «Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату». Апелляция подсчитала, что истец мог не знать, что безвозмездно передает телефон и помогает с ремонтом. Первая инстанция и касация, напротив, были убеждены в благодушии и романтическом порыве заявителя. Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если было установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем, уточняется в определении. Верховный суд не нашел существенных нарушений норм материального или процессуального права при рассмотрении дела, оставив решение суда первой инстанции и касации без изменений. Надеюсь, данная информация была полезна и интересна. Приятного просмотра. Спасибо за внимание.